Словно в русской сказке три медведя, только в два раза больше. Без преувеличения огромное счастье семьи Яровых, Луша, Ваня, Лёша, Антоша, Ая и Андрюша. Когда-то их, совсем маленьких, спасли от неминуемой гибели. Сегодня косолапая команда вместе встречает каждый новый день. Одни любят тыкву, даём тыкву. Другие любят картошку, даём картошку. Вот даже, смотрите, вот ставлю, да, он не будет есть, будет ждать. Ну, насколько вот... Антошка у нас сейчас, он первый у нас вылинил. Вот, когда медведи вылинивают, они начинают обрастать заново и очень хотеть кушать. Упитанные и очень воспитанные. Средний вес взрослого медведя около 300 килограммов. Вкусовые предпочтения у всех разные. Кому-то больше по душе молочные продукты, кто-то хлебоед, а кто-то водохлёб. Во время завтрака, обеда и ужина по вольерам разносится дружное чавканье. Молодец, молодец, умница моя, давай, скорей. Молодец, умница. В медвежьем меню каши, овощи и фрукты, иногда мясо. На десерт немного печенья, сушек, натурального варенья. Ну и, конечно, любимое лакомство косолапых сладкоежек, но только не Ванина. Он едва ли не единственный медведь в мире, который мед терпеть не может. Зато наравне с другими, как пылесос, втягивает собачий корм орехи и ягоды. А ещё топтыгины делают апельсиновый сок своими носовыжималками. Андрюшенька кушает, да, у нас? Да, Андрюшенька? Вот так он кушает у нас. Кушай, 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 не отвлекайся, кушай. Молодец, молодец. После вкусного обеда можно и поспать. У каждого отдельная комната. Климат-контроль, вентиляция, регулярная уборка, чистота и порядок, улыбаясь, говорит Татьяна. Всё, как у людей. Когда заканчивается сон-час, сытые, довольные, хорошенько выспавшиеся медведи готовы к общению. Любому из них можно пожать руку, а точнее лапу. А то и вовсе познакомиться поближе. Хорош, хорош. Они любят знаки внимания и щедро делятся эмоциями. Если сказать ласковое слово, в ответ можно получить сладкий поцелуй. Как признаются в семье Яровых, хозяйство, конечно, беспокойное. Хоть и с детства привыкшие к человеку и совершенно не приспособленные к жизни в естественных условиях, но это всё же дикие животные. Впрочем, все меры предосторожности соблюдены. Ради безопасности и посетителей, и постояльцев. Топтыгины спокойно принимают душ, занимаются спортом и даже музыкой. И кто сказал, что им медведь на ухо наступил? Главное, объясняет Татьяна, как можно раньше рассмотреть черты характера каждого подопечного. Тогда точно получится раскрыть его талант. Андрюшка спокойный, социализированный, тянется к людям, но очень обидчивый. Антошка выдумщик большой, просто вот такой выдумщик. Из любого предмета сделает музыкальный. Из палочки, из брёвнышка, из колеса. Мы очень много с ними находимся, времени и уже чувствуем их. Даже по глазам можно всё увидеть, что он хочет сделать, какую пакость он хочет сделать. Безобразничать, играть, шалить у медведей, что называется, в крови. Поэтому для них здесь постоянно придумывают новые забавы. И вместе, встречая каждый новый день, открывают в косолапых всё новые таланты. Ксения Комиссарова, Павел Половинко, ТВ Брикс.